Вброд, вплавь или вдоль железной дороги с риском для жизни. Больше тысячи дачников в Алакаламском районе Подмосковья вынуждены такими способами добираться до своих участков. Уже несколько лет тоннель под рельсами то и дело затапливает река. Люди добиваются строительства нормальной дороги, но пока безуспешно. В чём причина, разбиралась Марина Булыга. В водной глади отражается небо. Лягушки спокойно сидят в запруде, а люди переходят дорогу по колено в воде. Небольшая река в Алакаламском районе регулярно разливается, превращая тоннель в полосу препятствий. С 2014 года мы обращаемся в администрацию Алакаламского района по поводу нашего подъезда. Мы не можем проехать, что трактор у нас застрял, который не может почистить, что пожарная машина не приезжает. Жители 5 СНТ в Алакаламском районе, более тысячи человек, регулярно оказываются отрезанными от мира. И главная проблема даже не вода, а высота арки. После реконструкции железнодорожного полотна она стала значительно ниже. Два года назад у нас выезжала мусорка, вывозила от нас мусор, и на неё свалилась балка от железной дороги. Вот видно здесь остатки. Тоннель в путевой насыпи — так называемый технологический прокол для реки. Но это и единственный путь на территорию 5 СНТ. Только что прошёл дождь, и воды в тоннеле стало ещё больше. Дороги не видно, впрочем, по документам её здесь и в принципе нет. На картах это место обозначается знаком «паромная переправа». Но, конечно, никакого водного транспорта здесь нет, и поэтому путь придётся продолжить вброд пешком. Маршрут построен. Паромная переправа. В случаях, когда вода сильно поднимается и действительно остаётся только плыть, жители обходят тоннель прямо вдоль путей. Люди в нашу поднимаются здесь на насыпь и пешком километр 300 идут по железной дороге, где уже было только с нашего товариства трое погибли. Выход из ситуации только один — строить новую подъездную дорогу. Земли это федеральные. Им не распоряжается ими Московская область. Ими не может распорядиться муниципалитет. Поэтому нужно решать вопрос на уровне федералов для того, чтобы нам согласовали по возможности трассу, которая обеспечит подъездом все эти пять СНТ. Жители надеются, что в скором времени администрация начнёт искать пути решения их проблемы. Продолжение следует...